Нельзя было сказать однозначно, что нужно изобразить. Предполагались кресты. Мы в данном случае, по сути дела, пытаемся реализовать замысел архитектора и строителя. Художник-реставратор Игорь Лавриненко со своей командой уже более пяти лет возвращает Свято-Троицкому собору Балакова его исторический облик. Фасады, украшенные мозаиками, были задуманы архитектором Фёдором Шехтелем. Главная над западными воротами Святая Троица была утрачена, и мастера её создали заново по эскизам Великого Зодчего. Спас нерукотворный и Лик Богородицы требовали срочной реставрации, и их тоже привели в порядок. На этот раз Игорь Лавриненко буквально с ноля создал мозаичное панно Голгофа в пустующей нише справа от центрального входа. Над ним реставратор трудился целый год. Цветов и оттенков здесь меньше, чем на других полотнах, но эта мозаика прекрасно сочетается с образом Святой Троицы над входом. Смальту пришлось использовать российскую, а вот золотые кусочки взяли из предыдущих реставраций. Вот эта растяжка, которая поднимается кверху, это самое сложное и самое драгоценное. Сейчас это вообще очень... Единственная фабрика на земле, которая производит такого рода материал, находится в Венеции, но в данный момент у нас, к сожалению, доступа нет. Спасибо, что была у нас реставрация, и материал был для того, чтобы вот это воссоздать. В праздник Троицы, который в этом году православные отмечают 4 июня, состоялся чин освящения новой мозаики. Его провели после крестного хода. Архимандрит Амвросии отметил, что архитектор Фёдор Шехтель считал Балаковский храм самым лучшим своим творением, хотя и не успел довести его до совершенства. За годы советской власти чем только не становился этот храм – и домом культуры, и театром, и даже зерновым складом. Сегодня потомки помогают реализовать замысел архитектора, и в этом их поддерживает компания «Фосагра». Последние 17 лет, конечно, наш храм находится под таким покровительством компании «Фосагра». Без вас, наверное, невозможно было сегодня видеть ту красоту нашего храма, особенно иконой Святой Троицы, и Спасную, которую мы сохранили. Сегодня мы выражаем слова благодарности вашей компании за те труды, которые сделаны для возвращения первозданного вида к нашему храму. «Фосагра» восстанавливает православные святыни во всех регионах своего присутствия. В Балакове особое внимание химики уделяют Свято-Троицкому храму. За годы сотрудничества здесь появился новый иконостас. Был проведён ремонт внутри и снаружи здания, благоустроена прилегающая территория, установлены новые колокола. Одна из ценностей компании – это именно духовность. Возвращение к тем ценностям Руси, которые были всегда, на которых она стояла, на которых она подождала. И я уверен, что эта маленькая капелька, которую мы делаем здесь, она выльется в большое море. Море любви, счастья и мира. Прихожане, которые в День Троицы пришли в храм со всего города, говорят, «Сохранение этого исторического здания важно для Балакова». «Значимый, я думаю, не только для нас, как для прихожан, как для православных, а я думаю, что значимый для города, потому что Свято-Троицкий кафедральный собор – это жемчужина города, это визитная карточка города». «Я вообще этот храм давно знаю. Я тут работала рядом на заводе Заржинска, когда-то мы и танцевали в этом зале, не понимали, что это такое. А сейчас очень красиво». Епископ Балаковский Николаевский Варфоломей вручил директору Балаковского филиала АО «Апатит» Андрею Шибневу, его заместителю Наталье Красильниковой, ведущему специалисту отдела главного архитектора БФ АО «Апатит» Сергею Афонину и, конечно же, мозаичисту Игорю Лавриненко медали в честь святого праведного Александра Чегринского в знак благодарности за благотворительную помощь в сохранении главной Балаковской святыни и архитектурной жемчужины. Поддержка эта не иссякает и непременно принесет новые благие плоды.